Всем доброе лесное спортивное утро! Мы долго думали куда поехать, чем заняться. Еда у меня была готова и надо было куда-то поехать прогуляться, чтобы не сидеть дома, правильно? Вот, завтра же займусь холодильником, а сегодня приехали на прогулку. Приехали в наше любимое место, здесь в Анаге, немножко погулять в тени деревьев, потому что на солнце, я сейчас нашла, у нас в лагуне вообще жилище, а я еще выразилась, как на север, смотрите, надела свои леггинсики такие коротенькие, эти леггинсы мне очень хорошо утягивают живот. И сейчас на стоянке увидели людей в касках, я говорю, что они будут скалолазанием заниматься, но нет, потом стали доставать скейты, и так как здесь в горах в Анаге дорога вот такая вот извилистая, они по ходу будут кататься на скейтах по этой дороге, представляете, насколько это опасно, если кто будет ехать на машине, навстречу, не знаю. Ну, короче, да, приехали кататься на скейте здесь по дороге. Посмотрите, какой здесь красивый овраг, на самом деле это место очень красивое, и гулять под тенью деревьев намного приятнее, чем повыше на горе. Но мы сейчас тоже выйдем в такое место, где будет солнце, но это через минут 15. Муж уже отошел, я думала, он уже ушел, нет, стоит меня ждет, пока я тут это снимала, проходил мужчина, мне уже стало так страшновато, все-таки. После вчерашнего просмотра документального фильма о, как это называется, о насилии в Мексике, где убивают женщин и детей, вот так стремновато сейчас гулять одной по лесу, все-таки с мужем безопаснее. Вообще, конечно, в горах надо осторожно гулять, потому что, видите, может отколоться кусок горы и полететь. Вот этот камень, видишь, какой огромный, отвалился. Уже много лет здесь лежит. Здесь никого не прибило. Все, а мы идем по такой вот дороженьке, говорю, минут 15-20 нам идти быстрым шагом, и потом выходим на красивую смотровую площадку. И вот так выглядит лес Анаги. Видите, переплетаются деревья. Красивенько. 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 все вышли на открытую местность это дорожники спустились какой шикарный вид шикарный вид на поселке далеке виден тейли единственно что на основу посетила коли моя уже говорила нужно для 3 4 висит калима в этого дымка и то есть калима песчаные такие вот ветра все но мы пойдем дальше пойдем дальше по вот этой красивой дорожники кстати очень много эвкалиптов еще растет место что они уже такие есть такие мертвые засушенные это эвкалипты растут сейчас пытаюсь вам снимать эту красоту но вижу что видео не передает всей этой красоты не видео не фото это называется по-симански кп на как жаль кп на что не передать всей этой красоты красивые пеньки сзади меня и сухие эвкалипты вообще конечно все сухое такая засуха последний дождь наверно был не знаю феврале то есть все сухое все сохнет и даже как-то жалко вот ехать в лес потому что видишь всю эту сушь еще в она и как-то в горах вообще сухо муж ходил по горам недавно так ведь вообще все такое сухое жалко идти куда-то по испанский каменарх то есть ну ходить пешком да вот круче да поэтому приехали в анагу в анаге более-менее все зеленое еще вышли на более открытую площадку посмотрите какая здесь красивая смотровая на поселке которые внизу на тейли и вот там за холмами нашего лагуна наша любимая лагуна такая вам красота установив смотрите как красиво цветет кактус какая красота и потом эти плоды можно кушать но мы только иногда пробуем на мостец на не везем и поснимаем вам еще красивый вид здесь на эвкалипт эвкалипт и он здесь такое дерево упавшие все их стало на весы 73 килограмма и мне на пользу эта работа уборка апартаментов и убирала с полкилограмма и вчера в суду поработал тоже минус полкилограмма то что я ела картошку макароны блины обычную еду ела без ушел значит все таки надо заниматься активным физическим трудом чтобы похудеть смотрите здесь другой кактус здесь он еще даже не тел готовится пупышечки есть и только один цветочку то есть еще не за цвета и если здесь отвалились камни мы были взяли год назад не было этого это вот уже видно что шли дожди зимой все на дорогу свалилась она аккуратно обходить смотрите вот так выглядит живой эвкалипт видите весь зеленый с листьями красивыми и рядом стоят мертвые эвкалипты потому что она ты на лифе проблема с этими ручками да как они называются термиты термиты да наверно которые вот поедают древесину каркома по-испански каркома и на к по-русски короче это каркома это не термит это другой вид жука который ест древесину стоят мертвые эвкалипты поэтому мы еще немножко прогуляемся и будем возвращаться потому что уже два часа нам это полчаса ехать до дома и пора уже будет обедать так что все еще чуть-чуть и домой ну что вы уже дома я сходила в душ привела себя в порядок готовлюсь к бассейну и будем обедать будем дать мою пасту баланеза завтра уже буду готовить что-то другое еще не придумала что вот так будет моя аппетитное блюдо паста баланеза буду обедать всем приятного аппетита я вышла с бассейна посмотрите на меня с мокрой головой я так и знала чтобы было взять свой этот как называется фен потому что в испании нету фенов общественных представляете у них нет здесь фенов чтобы слушать голову думаю испания будет фен по-любому благо что на улице не очень холодно уже 7 вечера но все равно холодный ветер потом надо бежать бегом домой чтоб не заболеть не простудиться буду все рассказывать дома смотрите клубника на акции евро 55 за полкило и откуда будет клубника клубника будет так читаем смотрите так не здесь читала вот я считал вот здесь читала испания тенерица гуимар увидела дешевую дешевую голубику это очень дешевая голубика не видела смотрите по евро 19 всего лишь невкодония по 3 евро так что берем голубику так здесь еще арбузы паер 29 уже появились и виноградик виноградик 279 тоже на акции так что порадовал меня сегодня беру виноград голубику и вот там далекая клубника ведь я уже дома уже высохли мои волосы закрутились и сейчас буду быстренько делиться впечатлениями про бассейн нашла целых три минуса первый минус раздевалки раздевалка не закрывается шкафчик то есть надо покупать отдельный такой замочек чтобы закрывался твой шкафчик я бы вообще в шоке получается мне никто не дал этот ключ думаю может как я еще не заплатила за что никто ничего не дал но потом я у людей подспрашивала он говорит нет типа самой покупать этот маленький замочек и закрывать свой шкафчик представляете 2 минуту виду феном я хотела взять свой фен потому что я предполагал что не будет там пена но какого было мое удивление что не было фена нигде не в раздевалке не на низу у нас в беларуси везде эти фены даже некоторых местах запрещают носить свой фен представляете я была тоже в шоке мне пришлось могли головой идти на улицу благо что не было так сильно холодно но было прохладно ветер был прохладный надеюсь что я не заболею третий минус совмещенные бассейны детский и взрослый получается идет вот лягушарник с маленькими детками 2-3 годика раздевалки и мамочки с этими детками с колясками этих детей переодевают им еду вообще и получается тут вот раздевалка вот такая да без двери сразу напротив душевая то есть получается идешь душ до голушом на тебя смотрят маленькие детки ну то есть я понимаю что здесь на пляже входит голушом до загорят купаться но я не забираю не купался и как-то ну я себя чувствую немножко неудобно неловко вот в этом моменте я уже переоделась вышла в сам бассейн передо мной было три ребенка тоже кажется на запись посмотрел как они плавают потом мне сказал поплавать ну я вот так вот плавала это ты умеешь типа подводу головой грыгий не умею ну окей будем учиться короче записал меня на самый начальный уровень плавать и предложил мне запись на утро или вечер я выбрала утро здесь так как я не работаю ночью буду вечером ходить когда целая куча людей детей и все вот это надеюсь что утро будет поменьше людей как раз все было акваэробик круче шум гам такой стоял в этом бассейне я не знаю как бедный тренер будет нас учить и что мы будем слышать ну да короче как то так и предложил мне время на 11 и на 145 я выбрала на 145 вообще за что я люблю поспать с утра пока расщупаюсь пока позавтраку туда все круче на 145 24 так что на следующей неделе надеюсь что приступлю не записалась то есть мне не было с собой денег он готов был меня уже записать но игры не взялся в день и потому что думала ну может скажут что надо подождать там нету места в очереди постоять еще то есть я не была готова что вот прям сразу скажут давайте приступим я ему сказал что приду завтра приду завтра с деньгами уже крица запишусь и приду на следующей неделе во вторник начнем заниматься и все будем вкусненько ужинать пока я тут ходила гуляла муж тоже сходил магазин купил мне воды купил хамона сыра а я уже зашла тоже купила себе фруктов сейчас покажу что же он купил сразу покажу свои ягодки вот эти голубику что купила евро евро 15 по-моему да клубника и и виноград 250 за килограмм на 10 килограмм а меньше я даже не обратила внимание сколько было в чеке и муж купил хамон купил хамон какой вкусненький аромат ненький и купила такой козий сыр вот такой вот обожаем он наподобие адыгенский он такой более плотный и хлебушек вообще по планам я не собирался на еда самочек хотела сделать себе омолент но посмотрел что у меня нет молока так что сейчас буду есть бутерброды с хамоном и сыром а худеть продолжать буду завтра что стоит делать не могу же я отказаться от вкуснейшего хамона ну на десерт конечно же съем какие-нибудь фруктики обязательно смотрите сделала себе два бутербродика здесь полила оливковое масло хамончик и помидорка все я буду ужинать всем приятного аппетита пришла в свою спальню монтировать влог поели на десерт этой голубики я еще пела немного винограда да так что все было очень вкусненько и аппетитненько и сейчас хотела поднять тему которую я затронула в начале своего влога мы смотрели вчера фильм такой документальный фильм испанцы мексики и была тем посвящена насилию мексики это было очень страшно то есть я для меня мексика очень близко я хотела там даже жить выйти замуж за мексиканца и жить в мексике но кажется планы поменялись и я теперь живу в испании так вот там очень много пропадает людей конечно же в первую очередь пропадает очень много молодых девушек детей мужчин показывали кадры что стоят дети возле дома и подъезжает машина и просто загружает этих детей машину и они уезжают и мать бежит этой машиной это ужасно это просто ужасно у меня разрывало сердце насколько это бесконтрольно насколько это все я даже не могу подобрать слова то есть насколько это все жестоко бесконтрольно дозволительно позволительно показывали кадры что заходит постоянно такой же творится и в америке заходит постоянно там бар и ресторан и стреляют людей или там на площади приходят и стреляют людей это ужасно это конечно ужасно это вообще ему не подлежит то есть что в головах этих людей я не понимаю я не понимаю какое-то зло насилие ими руководит то есть что ими движет ненормального взрывомыслячего человека мне их конечно не понять я знаю об этой проблеме не понаслышке потому что мой мексиканский жених тоже страдал вот этого насилия у него свой бизнес ему постоянно звонили с угрозами что платить деньги ну то есть то есть наши 90-е года после развала советского союза этот рэкет когда у кого-то какие-то были деньги их постоянно убивали этих людей требовали дань то есть тоже самое сейчас творится мексике у кого есть хоть какой-то либо бизнес постоянно угрозы постоянно звонки пистолеты на улице едешь на машине к тебе подъезжает на мотоцикле с пистолетом тоже тебя угрожает чтобы ты остановился и дал им денег то есть конечно это все 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 ужасно я говорю я об этом знаю не понаслышке но у нас беларуси тоже были случаи кражи людей кражи детей так получилось что одна моя знакомость которой мы работали на работе магазине у нее вот так украли дочь посреди белого дня казалось бы безопасная беларусь посреди белого дня на автобусной остановке останавливается машина и загружают девочку машину ей было наверно не знаю лет 15-16 я уже не помню точно и три дня три дня и никто не мог найти и полиция не родители что пережила ее мать это конечно ужасно но каким-то чудом ее отпустили не знаю что ее хотели переслать там какой-то бордель вот но увидели что она девственница ну по словам ее мама ее отпустили что еще руководила этими людьми я не знаю может какой-то страх может просто у девочки этот сильный ангел-хранитель но мельские я понимаю что многие просто исчезают бесследно скорее всего их там убивают или на органы отправляют потому что если бы человек попадал какой-то бордель я думаю бы он со временем бы каким-то образом бы смог убежать а так я думаю там отцы с концами с этими людьми я знаю еще другие случаи когда в детстве тоже подходит там дядя дают конфетку пошли со мной что я хочу сказать что берегите себя берегите своих деток в первую очередь все таки не оставляйте их без присмотра во дворах там не знаю даже если у вас частный собственный дом все равно дети должны быть все время на виду потому что зло не дремлет и надо так сказать оберегать себя от этого зла конечно же я надеюсь что нас минует стороной эта беда и все в ваших семьях будет хорошо и моей тоже но насмотревшись такого ужаса и и знаний понаслышке об этом ужасе конечно же надо быть более бдительным и внимательным особенно больших городах все мои хорошие буду прощаться с вами большое спасибо что были вместе со мной что поддержите меня своими лайками и комментариями им это очень все ценно важно и приятно и как всегда по традиции всех обнимаю и целую всем хорошего до скорых встреч пока пока